Всем огромнейший привет! Вы на канале Супергекты и сегодня у меня необычный ролик. Я хочу вместе с вами разобрать свой туалетный столик. Дело в том, что да, я его периодически убираю, безусловно, там снимаю какие-то предметы, которые у меня ставят. Вы сейчас все это увидите, протираю. Там салфеткой я это делаю, тоже все это увидите, покажу. Но помимо прочего, что меня именно сейчас смущает и что именно я хотела бы вам показать, это то, что позади меня там скопище, так это назовем, определенных баночек. Дело в том, что мой столик, в котором я храню свою косметику, ну то, что запасами является, уже просто не помещается. Тем не менее, сегодня я хочу как-то с этим разобраться, убрать. Мне не нравится, что стоит эта батарея, тюбиков. Ну, собственно, сейчас все вы отчего сможете увидеть. И я вместе с вами поэтапно буду разбирать свой столик, протирать, ухаживать. В общем, всем, кому интересно, как я буду это делать, оставайтесь и погнали! Итак, вот он мой столик такой перед вами. Знаете, любопытно, что вот этот стол очень понравился одной моей зрительнице. Она потом мне выслала фотографию, где она приобрела такой же, но немножко в другом цвете. Достаточно приятно. Ну, давайте начнем. Давайте начнем отсюда. Здесь у меня, благо, все в порядке. Порядок, это точно. То есть, здесь я почти каждый день протираю, потому что, ну, знаете, просто протираю все. Я здесь сижу, я вижу все перед моими глазами. Тут все тоже понятно стоит, как все и должно стоять. У меня тут масло, смотрите, жаба сейчас находится. Это не случайно. Я тут, когда за волосы, ну, плойкой волнистыми делала, ну, плойкой гофре, и обожгулась. Представляете, впервые я вот шеридову достаточно сильно обожгла. И вот масло жажаба отлично восстанавливает кожу, поэтому сейчас пользуюсь. Тут тоже все в порядке. Тут у меня стоят туши. Вообще, видите? Вот этот органайзер я получила в подарок Марка Деко подружке, когда приобретала. Вот там была какая-то акция. Вы знаете, мне очень нравится. Смотрите, вот так все расставила. Тут у меня всякие такие для лица штучки, дрючки. Даже там крем для рук, неважно. И да, здесь еще праймер. Крем для рук вот поставила. Ну, это минички. Это крем, да, полночной крем. Или что-то такое. И там две мицеллярки. Или лосьон. Один лосьон бальзам, по-моему, и вторая мицеллярка. Но это не важно. Тут даже помада. Потому что не все у меня помады там помещаются. Такая помада от Revlon, то Faberlic. И еще вот от Faberlic тоже такая помадка. Тут кисти располагаются. Да, еще тут тоже крем. Вот такой вот миничка. Значит, вот кисти, зажигалки для того, чтобы свечи зажигать. Кстати, давайте зажжем свечку. Вот, я просто планировала зажечь эту свечу. И так не видно уже, да, что это сердечко. Не помню, где брала. Павел, фикс прайс. Ну вот, возвращаем зажигалку на место. Тут у меня, кстати говоря, крем стоит в виде такого фруктика. В ритуале брала. Хорошенький кремик. Значит, тут находятся туши. Тут находятся карандаши разные. Что для глаз, что для бровей. Ну, всякие лайнеры, подводки. В общем, все такое. А здесь помадки. Вот как раз-таки даже сейчас, вот видите, я убрала. А вот этот, кстати, смотрите, сколько его осталось. Это тоже, по-моему, от Ревлон. Нет, это не от Ревлон. Не помню марку. Так, тут тоже вот это фруктика. Также стоит у меня здесь дневной крем. Ну, он и дневной, и ночной. Пьянкиюль. Как-то так, да, он называется. И там еще маска от Фаберлик. Ну, то есть, это все подручное, что мне обязательно нужно. Поэтому все здесь в этом плане в порядке. Также тут тоже все окейно. Это ватные диски стоят туда, соответственно. Мицеллярка тоже постоянно ей пользуюсь. Тоник. Потом вот эта вот сыворотка. Сейчас я ей не пользуюсь, потому что пользуюсь кое-чем другим взамен. Лосьон стоит, но это уже на случай, когда... Не на случай, а вернее, когда закончится наконец-то тоник. У меня надеял. Вот. Свеча из Fixed Price. Жасмин. Вот такая свеча. Я ее обожаю. Она пахнет гиацинтом. Вот. Очень приятный аромат. Такая она у меня уже внутри. Криповая. Ну, классно выглядит. Мне, на самом деле, очень нравится. Я ее люблю. Но здесь ей не место. Пока я ее переставлю сюда. Но сюда мы тоже еще вот как раз-таки вернемся. Так, ну все. Вот я как бы... А, вот мне вот эта штучка тоже не нравится. Вообще, я думаю ее... Ну, сейчас я не знаю, что я с ней буду делать. Пока, наверное, оставлю. Тут у меня что-то написано. Это сразу мы убираем. Это я убрала. Ну, потому что все. Это уже убирается. Также вот этот лак какой-то у меня тут стоит. Тоже убираем. Я просто переставлю это в сторону и буду думать потом, как дальше это все пристроить. Вот с этим реально не знаю. Но, вот видите, вот тут уже грязь. Ее сейчас мы с вами протрем. Вот эта корзинка мне, честно говоря, очень нравится. Она красивая. В Fixed Price когда-то брала. Слушайте, она реально очень классная. Это для Пасхи. Ну, тут вот я, как видите, по мелочи там что-то положила. И мне нравится. Но, опять же, ей место не здесь, а вот, скажем, где-то вот здесь. Но от этих вещей надо тоже избавляться, скажем так. Эту картину пока отставлю. Берем салфетки из Fixed Price. Вот такие вот. Аура. И мы будем пользоваться. Значит, для того, чтобы все нормально, да, и полностью протереть, нам необходимо, на самом деле, все отсюда убирать. Поэтому сейчас я уберу и протру все. И вот что получается. Ну, понятно, да, скапливается пыль вот за ватными дисками. И, как я уже говорила, что где-то, ну, там, раз в неделю я это все убираю, протираю. Пыль очень быстро образуется. Ну, а тут вот постоянно, то есть каждый день вот здесь вот это удобно. А в этих местах раз где-то в неделю примерно. Ну, тут все-таки глобально надо все снимать. И это, ну, много кайфа лично мне не приносит. Потому как снимаешь, потом назад все это заставляешь. Частота требует вашего труда. Ну, да. Так, протерли. Можно теперь все ставить назад. И так, вот, все расставлено и собрано. Также, на самом деле, я вот эти штучки тоже чищу. Но их я чищу раз в две недели. И сегодня мы этим заниматься не будем. Теперь смотрим на верхнюю полочку. Не поверите, вот такая вот пыль образуется за неделю. Да, ужасно знаю. Ну, что поделать. В общем, отсюда мы снимаем ободки. Естественно. И сейчас я пройдусь вот там салфеткой, поверху. Мне, кстати, нравится, какие планы на лето. Это карточка такая открытка. Мне досталась... Как же парфем-то называется? Забыла. Ладно. Диметр. Точно. В общем, вот это все снимается. Посмотри. Чистый оазис. Тут овечка такая милая. Ну, я, короче, ну, готовна. Мне очень понравилась такая фикс-прессия овечка. И теперь она у меня тут находится. В общем, снимаем. Вот этот подсвечник я обожаю. Брала. Кстати, видите, там тоже надо будет внутри протереть. Я брала его в красном кубе. Реально красивый, клевый. Каким-то там хорошим скидком. Так, дальше овечку мы просто переместим сюда. Пока. И лак для волос. Он у меня так давно. Когда-то мне его подарили. Ну, и, собственно, сейчас я буду заниматься протиранием. Вот здесь. И вот здесь. Пам-пам. Чисто там. Теперь эту чистоту нам надо назад заполнить теми предметами, которые тут стояли. Овечку я протерла. Подсвечник протерла. И обязательно... Ну, сейчас протираю это. Показываю вам, как это выглядит. Видите, пульт собирается. И это тоже сейчас, соответственно, протру. Тут наверху у нас произошла небольшая перестановочка. Ну, как-то не так, да? Стояло все. А также снизу, там, где я хотела разобрать. Ну, вот отсюда, да. Вот эти два предмета. Вообще, можно понять, что здесь стоит то, чем я пользуюсь крайне редко или не пользуюсь вовсе. На данный момент. Так что вот эти тюбики хорошо сюда пойдут. И замечательно будут тут стоять. Правда, Вечка? Бе-е-е. Теперь переходим к этой полочке. В общем, убираем отсюда все то, что здесь стоит. А что здесь стоит, может, вам интересно. В общем, у меня сухой шампунь от Фаберлик. Он почти закончился. Дезик, который очень давно. Ну, как-то вот мне особо не нравится им пользоваться. Тоже никак не допользуюсь. Новогодний номер здесь всегда стоит. На самом деле, я ее уберу. Мне не нравится. Потому что сейчас не Новый год. Это смотрится весьма неактуально. Сухой антипроспирант. Дезидент антипроспирант. И лак для волос, которым тоже я не пользуюсь. Ну, не пользуюсь я лаками для волос. Боже мой. Ну, иногда, только очень редко. Потому что они у меня есть. Надо пользоваться. Но это в этом бьюти-боксе. То есть, то подарено, это в бьюти-боксе. Поэтому сами лаки по себе у меня не появляются. Классная штучка. Когда-то маме подарила сестра. Но ей чуть не очень понравилось. Такие песочные часы. А мне очень нравятся. Вообще крутые. И, кстати, они светятся ночью. Это фосфор. Красивые. И вот это, смотрите, тоже всегда здесь стоит. Гордость моя. Это мне сын. На 8 марта сделал когда-то. Так здорово. Я поставил, ну, как бы, видите, здесь опора получается в виде вот этого аромата от компании Frosche. Он уже испортился. И вот в качестве подставки идеален. Посмотрите, какая красота. Супер. Там было не очень удобно снимать. А тут все-таки удобно. Покажу вам, как я это все протираю. Знаете, что я сейчас поняла, что я, когда протираю, смотрю в окошечко камеры. А не в реальном времени. Ну, вроде у нас получается все хорошо, правда? А вот что у нас тут получается. Ну, вы, как видите, освобождается приличное место. Вначале я, ну, туда хотела поставить вот эту свечку. Но нет. Она некрасиво здесь смотрится. Решила другая. Ну, и теперь сюда я поставила песочные часы. То есть они будут сверху. Ну, я так решила, что так будет лучше. А сюда, вот из этого угла я убрала то, что хотела куда-то пристроить. И вот здесь пыльно, но мы сейчас доберемся. А, кстати, тоже. Я вот эту штуку, наверное, вот туда потом и поставлю. Будет удобно. Ну, а в это место я поставлю девушку с кольцами. Вот такими, которыми я уже не пользуюсь давно. Но, да, в общем, девушка, кстати, из фикс-прайса. Я туда поставлю маску для черных точек. Хорошая, кстати, маска. Ну, пусть она стоит там. Когда будет необходимо, я буду ее просто брать отсюда. Что мне мешает это сделать. В таком случае, наверное, лучше даже поставить вот так. А лак, поскольку я им особо не пользуюсь, подальше. Также из того места у меня, получается, вот этот крем, он мне нужен. Я его заставлю здесь. А вот это средство я по мере необходимости пока беру. То есть полностью я им не пользуюсь. Поэтому оно тоже смело пойдет пока вот сюда. Причем именно в заднюю часть. Туда подальше. Ну, вот, мы уже достаточно полочку заставили. В принципе, пока хватит. Переходим, соответственно, ниже. И тут, давайте я вам скажу, потом все сделаю. В общем, стоит деревце с кольцами. Тут кольца, которыми я пользуюсь. Не все, но, в общем, да. Есть те, которым пользуюсь. Но их в меньшей степени, потому что таких классных колец здесь немного. Моя любимая, которую подарил мне муж. Супер. Так, значит, это я, как я... Ну, вы потом посмотрите, куда, чего я поставлю. Но сейчас, на данный момент, мне нужно будет протереть пыль на самом боксе. Да, сверху. Мне протереть надо будет пыль здесь. Ну, и вот здесь разобрать все. Убрать все лишнее. Соответственно, конфеты тоже здесь, наверное, стоять не будут. Хотя это не точно. Не, наверное, не будет. Место много занимает. Тоже конфетки я уберу, что мне подарил сын. На день рождения. Вот, дорогие, вкусные. От всей души. Ну, собственно... А, я же что забыла? Я же забыла сюда, получается, убрать зеркальце. А для зеркала, которое тоже пыльное, его надо помыть. И, соответственно, это зеркало я тоже буду мыть. Но уже не с вами. Ясно, что я тоже буду его мыть. Придется, правда, немножко снова там это деться, но не важно. Но зеркало это отдельная тема. А то я буду 20 лет так все снимать. В общем, давайте. Смотрите, как здесь все будет тоже преображаться. Вот это идет на выброс. Я хотела как-то это собрать, но нет, я выброшу. Тем более, это просто обычная бижутерия. Получилось, собственно говоря, вот так. Я, конечно, не нахожу это полнейшим идеалом, но все-таки свечу из-под носа я достала и поставила сюда вот этот органайзер. Мне кажется, так лучше. Конечно, свеча на свободном плавании не супер выглядит, но что делать. А в этом углу я, конечно, не нашла идеал. Ну, ладно. В общем, отсюда я переставлю за зеркало. Переставляю я вот этот вот крем. Отсюда я переставлю маску ночную, которой я пользуюсь. Так, где фокус, не пойму. Вот. Тоже я ее поставлю сюда, отдав крем для рук. Это, значит, масочка. Начинаем. Так, тоник вот такой вот. Он спиртовой. Я люблю им пользоваться, когда у меня именно прычики. То отлично подсушивает. Лосьон косметической розовой вода. Прям мечта, но написано. Но это прям спиртовой такой лосьон. Ну, типа тоник. Витапринол тоже отправляется в это место. Тоже можно немножко подвинуть. И вот такая вот тоже маска. Не ночная. Это экспресс маска от Эфраше. Она тоже идет сюда, в этот уголок. И еще вот такой крем. Он тоже у меня давно, но он остается здесь. Потому что я вообще не знаю. Тут осталось-то две капли, что я отставила в сторону. Непонятно. Ну, и вот этот тоже останется тут. Потому что он, ну, успокаивающий такой. Кстати, тоже немного осталось. Восстанавливающий. Также кожу устанавливаю после этих самых прыщей. И также остается вот такая баночка. Она мне на столе не нужна. Я ее попробую пристроить куда-то. А, нет. Знаете, мы сделаем вот так. Не буду я даже изобретать ничего. Вот просто подсвечу. Я им сейчас не пользуюсь. Ну, вот так. И также мне не мешает открывать этот розовый бокс. Почему? Потому что я его, в принципе, не открываю. Тут вообще не лажу. По правде только у меня вот тут лежит повязка на голову, которую я использую при, ну, косметических процедурах, соответственно. Так что в таком случае просто можно это делать. Все, как бы не проблема. Ну, это я еще, может, подумаю. Ну, остальным у нас остается браслет, который мне не нужен. И который, кстати говоря, надо убрать. В этой полке у меня хранятся браслеты. Вон они. Сюда я его уберу. Ну, также необходимо избавиться от тряпочек. Еще раз протрем. Пылюка, она такая коварная. Все время образуется. И, опять же, остается не удел. Вот эта корзиночка, в которой сейчас кое-что лежит нужная. Поэтому она будет стоить тут. Я считаю, что, в принципе, она смотрится органично. Вписывается в дизайн. В принципе, мы с вами все выполнили. Лишнее убрали. Пыль стерли. Перестановочку некоторую сделали. Организовали все как надо практически. А внутри я ничего не буду делать, потому что внутри у меня полный порядок полнейший. И если кому-то интересно, вы можете написать запросик, если хотите, чтобы я показала, что и как у меня внутри организовано. Ну, вот, собственно, и все. Да. Единственное, что я вам хочу сейчас показать, это очень интересный мой дизайн, скажем. Я самые для меня дорогие или интересные вещи вот сюда креплю, и это выглядит красиво. Значит, ну, это вы уже поняли. Это мой сын. Нарисовал тоже на 8 марта. Тут видно циферка 8. С днем рождения. Сын, поздравляю. Это он не по какому возрасте сделал. Чем старше, тем лаконичнее. Ну, главное, что здесь написано. Вот такой ангелок у меня висит из этого Красного Куба тоже. Потом тоже сын что-то делал. Я забрала или он мне подарил. Я не помню вот это. И вот это тоже взяла работа, мне понравилось. Ну, это когда я ездила на Игрокон. Тоже повесила, прикольно смотрится. Ну, и, наконец, Дарья Волкова, Мандаринка на Новый год. Авторы присылали мне свою книгу, и там же были вот эти, ну, на обзор они прислали, и там же были две открытки. Вот одна из них. Считаю, что очень классно и гармонично вписывается. Ну, а теперь полный обзор столика. В общем, вот так он выглядит. Ну, внизу у меня пофиг. Я считаю, что получилось все очень даже классно. И теперь, главное, чистенько. Ну, я говорю, еще зеркало помою. Маленькое уже протерла. А большое, ну, это отдельно этому посвящу время. И те штучки тоже буду на днях очищать. Ну, вот так. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Надеюсь, у вас пылюка так быстро не собирается, как у нас. Всем счастья, удачи. Ставьте лайк. И всем пока.